Разбирается, он не разбирается. Покажи Лысого, Кириенко. Синяя. Вот, я показываю. Все увидел. Как давно, какого уровня? Очень давно идет. Это или 92-й, или 2002-й двойка. Это точно 92-й. Уровень? 17-й, 16-й. Вот туда вот. Не очень высоко. Но держит многое, и они продвигают самый вверх, потому что функция другая. Какая функция? Как давно душа брала? Держать большую территорию, и не продвигаться дальше. А, это до 2002-го года. Вот поняла, о чем это. 92-й, 2002-й. Это прыжок до 16-го, 17-го уровня. Вот, что он показывает. Он как хронологическое показывает. Но это очень быстро, за 10 лет такой большой старт, очень резкий, скажем так. 2002-й, 12-й. 17-й, 23-й или 24-й? 23-й, по-моему. 24-й. Да, вот как на изломе. До 24-го года, да. Нет, нет, до 24-го уровня, Илья, он говорит. А в России кто-то круче его уровням есть? Сейчас на его, на этом временном, скажем так. Есть, говорит, 4 человека. Пусть отметит, потом покажет. Угу. А в роли кем был? Говорит, обычный богомол он противный. Ну, это необычно, если богомол, это не пехота, это уровень. Смешное служение, управление другими, трансляторами, воли. Да. И взламывательной реальности, исказительной реальности. 5-й по-моему, в России, это круто. Да, так интересно, он показывает слой за слоем, знаешь, как какая-то джетчина, и на нем верхний, верхний, верхний слой. Вот сейчас он показывает слои, как-то. Не знаю, как это объяснить, но вот слои этого клиента. Раз, раз, раз. Угу. Почему мне идет, что он сейчас главный по России? Он говорит, главный по России, это не значит высшего уровня. Угу. Ну, понятно. Хорошо, подарки наши есть у него? Ну, некоторые такие, от которых, да, есть. Угу. Когда жизнедеятельность этого тела, в котором он находится, прекратится? Ну, на физике произойдет, кстати, ему почему-то сделают нормальные вакцинации, не водичкой. Я уж не знаю, почему, как это у них сыграет, так, почему ему стерпят. Мы сейчас разберем его. Он станет обычным человеком. Когда? Октябрь-ноябрь, через два года. Расформирование, в смысле, снятие должностей в отставку, когда уйдет? На полгода раньше, говорит. Угу. Ну, будет держать официально. Хорошо. В нем кубик есть? Угу. Ну, квантовым запихнуть, заменять на квантовым, чтобы его кубик не стал работать. Старые подключки квантовым компан есть? Старые есть, только они, как знаешь, болтаются, такие как шланги обрубленные. Даже их ломаем. Котиков троечку. Пусть погрызут. Помолочат. Хорошо. Тени, паечка, с ним пусть работают. Собирать все подключки, которые не соответствуют человеческому, правильно? Пусть они ведут его на уровень обычного человека. И тогда уже. То, что против Вселенной, они разрушены. Да. Они деструкторы всего, что не списывается в гармонию Вселенной. Угу. Хорошая. Да, деструкторы от белых. Прямоугоночки. Почему его пенс защищает? Одна система, одна защита на всех? Одна система, одна защита, одна сила, да. И примерно одинаковые функции. Как потерять реальные какой-то, знаешь, границы территории там, там. И выполняют какую-то неодинаковую функцию. Ну, по-дому. Найди эту защиту. Кто делает? Какой комп? Да, три квантовых. Были симуляции. Они не работают. А симуляции в обычном суперкомпьютере где? Да. Это не в Америке. Возможно. Это на Сахалине. Что-то может быть вот в том районе. Не Сахалин, но вот туда-туда. Восток-восток или как это назвать. Угу. Это где-то там. Смотри, Алтай либо... Горы есть, а ты Алтай, либо реально Сахалин? Какой-то бункер. Скорее реально Сахалин или... Угу. Красиво очень. Я, правда, не знаю, как на Алтай, но там вот именно горы такие высокие, скалистые. Я вижу территорию, просто где у вас там скалистые горы. Не такие покрытые там чем-то, а вот именно скальные породы. Угу. Угу. Там красиво, особенно когда солнце садится. Сейчас я прикрою окошечко. Что-то ветер. Сахалин или что там? Там есть какие-то острова, правильные герада? Конечно же, там много островов. Это на каком-то острове, другой такой же, находится примерно на той же высоте, вот скажем так, широта географическая, на той же широте, только вот-вот-вот-вот напротив, чуть выше. Это Великобритания, этот огромный остров. И сверху-сверху этого острова там какой-то вот на одной полосе вот такой он находится. второй такой компик, который держит, он как замыкает. Тут получается какая-то как пирамидка, треугольник. Вот один, вот второй, скажем так, вся Евразия поясана, и с другой стороны оно Америку держит, и островные вот эти вот. А Нижний находится где-то между Индией и Новой Зеландией. Как Индия, Новой Зеландия? Где-то вот туда, аж Нижний комп такой. Еще там Австралия между Индией и Новозеландией, Сингапур, там всякие. Да, где-то там, в том районе, где-то там находится третий. Это такой треугольник делается. Пусть Синя мне показывает, я буду ломать. Где-то какой-то треугольник, во-первых, он полностью, смотри, вот он захватывает все в Евразии. Да, я понял, весь мир они захватывают, они когда троица треножника. Да, и полностью вот это контроль берут. Да, берут контроль полностью под свои, скажем так, под свои защиты они берут силы. Любую точку они будут перекрестными своими. Это не излучение, это как в симуляции они все трое что-то делают, накрывают, а в симуляции, выходя наружу, получается, на перекрестии они применены силы. Это как радиоволны. Симуляция тоже распространяется. Там какой-то мужчина, там какой-то мужчина такой, невысокого роста азиатской внешности, агрессивный, очень такой, истроптивый. Вот какой-то то ли премьер-министр, то ли кто-то вот такой вот, который делает шокирующие заявления, это филиппины, это президент есть такой. Не знаю, я просто вижу его такого, невысокий он. Да, 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 да. Давай его тоже разберем заодно. Он обещал сажать тех, кто против руковых. Так, я ему вмазывал структуры, вражеские сломал, подключки почистил, котиков подарки. На солнцкие подключки нафиг. Я чего-то с оружием бежу. Да. Так как затвор. Он любит бегать с оружием. Котиков. Он был признал бы, что совсем недолго бегать, оружие бы не таскал с собой. Да, ему точно недолго бегать осталось. У него какая-то черная воронка над головой. Причем, естественно, карта в игре. Да, это. Да, притягивает на себя очень. Не очень много, а именно то, что он служил. Да, давай просто защиту уберем. Малую часть от того, что могло прилететь, если бы не защита его с ним. Там, знаешь, как я вижу, не, оно же идет вечно какими-то образом. У него вот эта воронка над головой и его голова, а между этим, как белый лист, какая-то программка, которая стирается все. Вот за этот белый лист потянуть, просто вытащить и все, и дальше все. Кто этот белый лист поставил? Посмотри. Это магия, либо еще есть программка. Плотная очень, или она в магии, я бы даже не подумала, форма хорошо держится. Это программка опять власть в Англии. Да, да. Давай найдем эту лабораторию и кумбик. Кто такие листочки штампуют? Да, что за типографии? Много, кстати. Для многих на штамповали. Как индульгенция какая-то, блин, раз, сунул и все. Прикольно. Причем работает, похоже, на всех, кто просто масон такого уровня, на масону, даже не на человека. Либо человек статус это получает, получает комплекс наворотов. Да, это как апгрейд. На новый уровень выходишь и получаешь новый апгрейд. Новые защиты, новые возможности. Вот где это для, не для человека, а для статуса. Сейчас посмотрю, потому что я вижу кардиналы почти все с таким ходят, папа римский с таким ходит. Как раньше-то не видно, его было как белый лист, и так раз над головой. Показывается. Не, ну, стирает. Там весь этот конклавий ходит с таким ими. Это типа выпускники универов и прочие. Вот эти вот шапки, это вот тоже симуляция вот этого закрытия черного от Вселенной. Эти три квадратные шапки-то. Это идет просто симуляция и идет как на уровне символа что-то раз-раз. А эти, которые вот белые уже листы, это более, скажем так, это уже совсем качественная защита. Это уже современный вариант. Ты видишь, как белый лист, а на самом деле это черный. Да, да. Потому что все стирает, типа, знаешь, стирает, стирает, вот поэтому как, ну, аналогия. Да. С чистого листа в белом. Где-то Шотландия, Илья. Где-то уровень Шотландии. Синий пусть показывают. Что там может быть в этой Шотландии такого? Еще что было. Здание я вижу очень большое, такое, похоже на какой-то дамок или дворец, так и на пять там этажей, допустим, или на четыре, три европейские, четвертый. Какой европейский четвертый, я не знаю. Но вот как четыре и такое... В Англии это граунд флот, первый этаж не считается. Четыре этажа по-нашему. Ну вот, и вот так вот, такой буквой П, широкое такое, огромное здание. Какой-то старый замок такой. Вот именно в английском стиле. А что там может быть, почему там поставили комп? Это же не какое-то лабораторие, это что-то частное. Я смотрю, вот именно потому, что это частное, доступа нет. Второе, это типа высшее, ну, институт какой-то научный. И третье, это там до потопа стоял типа наш комп, только природоподобный. Там генератор какой-то был, да. Да, и он в это вот накачанное место, которое, дыра, скажем так, в квантовом, это путь. Рельсы проложены еще раньше были. Просто по этим проложенным рельсам работает. Маскируясь под наши допотопные. Кстати, вот суки, смотри, сколько квантовых компов и обычных компов используют червоточенные струны, проложенные нашими компами. Естественно, природоподобными кристалликами, лучами и... Они, они не воспринимаются как что-то плохое. Они даже как квантовое не воспринимаются. Они воспринимаются как то, что природное, потому что там как... туннель такой есть на квантовом уровне. Пусть синие затыкают такие туннели. Так из меня все уходили. Довольно много таких были. В Париже есть и в Индии есть. Как в старых так называемых дворцах. Да не такой в Европе они последуют даже в Азии вот есть. Посмотри, какого типа там компы стоят. Были квантовые, а сейчас обычные или какие? Как они считывают? Да, скорее всего обычные, потому что вообще идет какое-то слово такое полупроводниковое. Ну, обычные. Это же обычные, да? Да, только немножко иначе. Ну, давай полупроводники ломаю. ПН-переход, он там немножко другого уровня, из других материалов сделан. Это не то, что было там прошлое поколение полупроводниковое. это необычный. Это другой формат. Да. Он на другом уровне работает. Полупроводник в одну сторону проводит, в другую нет, но из других материалов как-то на другом уровне, почти на квантовом уровне. Суки. И вот почему симуляция, сделанная этим компом, выходит на квантовый уровень. Это как соединение между вот компом обычным, да, и квантовой части. Да. Да, для меня идет платина. Почему платина? Платиновые полупроводники. Такое бывает? Нет. Даже не представляю, никогда не слышала вообще. Да я полупроводников вообще-то никогда не слышала. Силицит патины является полупроводником. При температуре 0,79 кельвина переходит в сверхпроводящее состояние. Хорошо. Мои школьные познания химии остались далеко позади. На частицы платина на граффити. Понятно. хорошо. Пусть синий сделает платиновый полупроводник на квантовом уровне, чтобы они больше не работали. Да, инфракрасные детекторы и тепловизоры применения. Естественно, соответственно, все остальные излучения, включая, скажем так, очень тонкие наши излучения, меня и тебя. Ничего, это грохнется тепловизоры. Проверим. Новые будут ли выпускаться? Старые будут работать новые. Да, сделали квантовые копии, притягивает на себя. Эти должны перестать работать. Половерные спектры излучения теперь не будут восприниматься. То есть, те самые тонкие в обычных системах начинного видения, возможно, еще и будут работать. Посмотрим. Пока все, что говорили и делали синий, срабатывало. Включаем Хаббл и все остальное. Да. Потому что суки долбили этим компом, простым дятлом нас, твари с орбиты. Думали, не достанем. Ага. Ты сейчас подумаешь на орбите спрятались. Ага. Нашли где. Ладно. И еще такая прямоугольная штучка, приемник от разных идет телескопов и от разных каких-то датчиков типа сейсмических, но это на самом деле ни разу не сейсмические еще какие-то. Там тоже такое, пусть они делают квантовые копии таких камер прямоугольных скошенных конусов. Все увидела, показали мне, уловили, о чем ты говоришь. Чтобы они тоже не работали. Потому что они принимают с квантового уровня информацию ими, вот этими датчиками, камерами, конусообразными. Как воронки квадратные скошенные. Передают в обычные компы, там идет симуляция и обратно выдаются такими же камерами в реальный мир. А через это же возможно. Пересчитывают и в общем влияют на нас. Мне это не надо. Видео синее видели планы. Там тоже так под углом идет. Вот эту пластину под углом надо сломать. Верхняя ломает. Как верхняя, она внизу этой конуса. Воспринимающая. Скажем так, она и в телескопах, она и в этих радиотелескопах имеется в виду. Что такое человек? Это комплекс радиоизлучений направленный вниз. Что звезда? За звезды ловить. Очень тонкие излучения. Что с человека? Одинаково. с кона? Закрыть нужно. Да, говорят мембранка. Ну, приходит мембранка. Проткнуть вот эту мембранку. Да. Сломать и заменить квантовую, чтобы что они не делали на квантовом уровне тоже не работало. Это место уже ниши занято. Ломаю. Котов им всем. Котиков. и судьи. Всех подарков. ну и пусть главный синий чистит и этого президента Филиппин и с чего мы начали? Мы начали с Кириенко. Кириенко тоже. Он знает, что с ним делать. Как с Нитаньяху и Меркель мы вручную работаем. Сейчас посмотрим, как работают синие. Ага. Да. у рыбок тоже клантовых на дублировании обычно трубки. Пока достаточно. Конец записи. Добро.